Говорится, когда поощрял развивать такие умелые качества, как, допустим, есть четыре таких качества, которые называются четыре возвышенные состояния. Возвышенные, потому что в миру очень трудно их практиковать, трудно встретить. Они возвышены над этим миром, над обычными людьми. И первое – это любящая добрато, доброжелательность. Мы можем развивать доброжелательность по отношению ко всем живым существам, ко всем людям, к родным вначале. Желательно развивать доброту близким, родственникам. Не только на слова, думать хорошо о них – в уме, в мысли. Вы каждое утро просыпаетесь, и вы можете начать с практики любящих доброты. Подумать хорошо о нормальном человеке. Подумать хорошо о том, с кем вы работаете. Даже у своем начальнике. Босс. Он такой строгий, такой грозный, такой вообще, постоянно всех ругает. А вы представляете, начали идти, и вы представили себе своего начальника. Он такой добрый, такой мягкий, он улыбается. И потом все, в метро поедет, съедет в метро, едете на работу. И все, помните. А он начальник такой хороший, он тоже сейчас едет на работу. Он так, как я, мучится. Правда, не стоит в этом метро, но он в Мецедесе спален, тоже мучится, потому что не успевает, там пробка. Вот. И вы потом приехали на работу, и встречаете его. И лица сразу улыбается. Потому что вы хорошо о нем думали. Вы здороваетесь с ним. Все убегают, все боятся его. А вы идете к нему навстречу и говорите, здравствуйте, как сегодня доехали, как у вас дела? И он такой расшарашенный, что случилось? Все боятся, а ради него не боится. А вы практиковали хорошие мысли, с хороших мыслей начали свой день. И потом этот начальник позвонит вас и идет сам ко мне в кабинет. А вы без какого-либо страха. Вы по коридору всех говорите, я иду к начальнику, как начальник выйдет. Все смогут ненормально, наверное. Они еще не знают, что значит ходить к начальнику. Вот. Вы так с радостью пошли в него, с радостью злой вы входите, смотрите в глаза, потому что у вас сердце хорошее, у вас никаких злых помыслов нету. У вас искренне. И он говорит, знаешь, я хочу с тобой поговорить. Я тебя наблюдаю. Единственный, который не боится меня. Единственный, который боится. У меня есть предложение. Будь моим завистителем. Не важно, что ты ничего делать не уверен. Не важно, что ты вообще никакой. Но просто когда ты рядом не тебе. Будь поближе. Доброта, сердце. Второе качество сострадания. Когда мы практикуем медитацию, когда мы внимание направляем на себя и мы видим, сколько мы страдаем, сколько у нас проблем, сколько у нас обид, спокойствия нету, тревоги. И теперь, когда мы себя понимаем, нам легче понимать другого сострадания. Даже если он говорит плохо, даже если он что-то делает нехорошо. Мы не будем обижаться. Мы не будем подливать эту массу в воду. Потому что мы видим, почему он так делает. Потому что, возможно, он просто не столь магическая. Может, у него дома что-то проблемы. Может, у него личные проблемы. И мы будем понимать. Мы захотим так действовать, чтобы облегчить страдания. Потом, третье качество. Очень интересно. Третье качество переводится таким словом, как... Оно похоже как сострадание. Сострадание – это понимание проблем, понимание страданий другого. А третье качество называется сорадование. Понимание радости другого. Счастья. Потому что сейчас не каждый страдает каждую минуту. Некоторые радуются. И мы понимаем их. Сорадование. Сорадование. Сорадование в радости. Посмотрите просто, насколько наша жизнь будет более счастливой, если мы сумеем делить с людьми не только их трудности страдания, а сумеем делить с людьми их успех, их радость. Это очень... Это... Это очень возвышенное качество. Потому что, как думаете, легко делить с людьми их радость. Сейчас такое является зависть, воздревность. Часто люди дружат хорошо, близко дружат. И вдруг с другом, когда обоим плохо, то они друзья. Мне плохо, тебе еще хуже и неприятнее. И давай дружить вместе. И вдруг мы обоим плохо. И теперь одного из них стало лучше. Бывает так в жизни. Он разбогател. Дружба закончилась. Как это тебе было? Мы безработные обои. И так ходим, жалуемся, как плохо, как призы, если есть с кем. А вдруг он начал заниматься собой. Значит, нашел работу. И теперь появляется объект. Наверное, не честь. Появляется какое-то подозрение в своем злобудии и так далее. Или обои хотят улучшить свою жизнь и ищут любовь. Сколько людей ищут любовь. Этого суженого, да? Этого суженого. И такие две подружки, такие хорошие. Как похоже и ты одиноко, я одиноко. Вот вообще где мы, когда мы найдем своего крыса? И вдруг одно и повезло. Часто дружба заканчивается. А как это? А как он? А что он в тебе вообще увидел? А как? А то чему? Почему он на тебя посмотрит? Сюда надо было смотреть? Вообще, что красоты настоящей не может отличить? Вот сюда смотреть. Наверное, ты что-то так... И опять подозрение в зло. Умность появляется. Вернее. Мы не умеем радоваться. Мы начинаем критиковать. Начинаем осуждать. Вы медитируете. Это уже в духовном плане. Вы хотите медитировать хорошо, но вам не получается. Вам тело болит во время медитации. Тяжело сейчас сидеть на полу. Тяжело, допустим, медитировать. Но вы смотрите, а этот глян, он только так сидит, и он так хорошо медитирует. И вам сразу тепло становится. Молодец. Разум приятно. Очень ценное качество. Радоваться. Не только эгоистично. Своими достижениями. Своим успехом. Даловаться другим. Этому детским ульмироваться. Самому круглого, как и в себя. Четвёртое качество. Очень полезное. Уравновешенность для. Наигранность. Когда мы на что-то смотрим. Когда что-то переживаем. Безразлично. Безразличие. Очень хорошее слово. Безразличие. Но в хорошем понимании. Не безразличие, что мне всё равно. Не накрывать на всё. А безразличие. Без деланием различий. Это хорошее, это плохое. Утром проснулись. Солнышко светит. Сразу. Но хорошая погода. Дождь идёт. И плохая погода. Сразу настроение испортилось. Но нахоле. Но нахоличное настроение. Депрессивное. Отпустить свои суждения. Отпустить свои комментарии. Жить в настоящем – это огромная причина для счастья. Посмотрите, пожалуйста. Люди какого возраста являются самыми счастливыми? Каждый эксперт вызывает счастье. Но кто больше всего? День. Почему дети счастливы? Обязанность. Да, ты что? Я вам расскажу так хорошо. Раз вы думаете, что у детей обязанностей нету, что у детей складаний нету, может, у вас нету. Я вам скажу о своём детстве. Я вам скажу, как… У вас в детстве были складаны или нет? Я вам скажу так, как я складал в детстве, а мне казалось, весь мир в свободности так не складали. Такие обязанности, которые у меня были, они меня каждый день мучили. Во-первых, день начинался у ребенка. У меня так начинался с того, что будет. Ребенка, вставай в школу, пора. Сам день сразу завязанности начинается. Надо идти в школу. Я так смотрю, а родители их никто не будет. Мы никуда ближе. Мы быстрее, быстрее собирайся, мы тебя ждём. А их никто не торопит. Потом кормить начали. Завтра дают. И говорят, всё, кашу кушай. А сами они такие крутые. А папа, мама открыли себе холодильник, что хотели, то взяли. А говорят, а ты самую полезную пищу кушаешь. Каша полезная. Сами маленькие полезную кушать, непонятно. А говорят, как ребенок часто страдает. Он кушает эту кашку и он плачет, да? Давай так. Он всё не хочет кушать. А потом он всё покушал, хорошо, в школу идёт. В школе не обязан идти. А в школу не хочется идти, потому что с кем-то опять конфликт, с кем-то хорошее отношение, с кем-то не хорошее отношение. С учительницей всегда не хорошее, с учительницей любой конфликт. Потому что она в доске завёрла, сделал уроки хорошие, но сейчас не сделал. Вот. Контрольный не подготовился. В школу просидел как-то. А потом домой вернулся. И что дома? Свобода? А дома? Да. Всё. Покушал. Садись в уроки делал. Опять никакой свободы. А родители такие крутые. А их никто не будет. Кушают что хотят. Куда-то ходят себе непонятно куда. Куда-то ходят на работу. Потом возвращаются и дома ничего не делают. Это причина, по которой ребёнок всегда кем хочет быть? Взрослым. Взрослым. У ребёнка кажется, что таких страданий, которые у него есть, не у кого нет. Ну, по-моему, смотрите, пожалуйста. А теперь взрослым. Кем хочет быть? Чаще. Ну, по-моему, ребёнок недоволен настоящим. Если сейчас... Ну, всегда есть так, что когда ребёнок, когда лошадь в ростах, он себе что с годами? Когда я его спрашиваю, сколько лет? Он что делал с годами? Убавляет. Он хочет быть старше. А потом, ну, может, какой-то возраст есть, который очень короткий? Очень короткий. А не когда доволен своим возрастом? Ну, что очень короткий. А потом за 10 годами что происходит? Всегда он доволен. Всегда они довольны здесь и сейчас. Всегда они довольны настоящим. Всегда хотят быть кем-то. Всегда люди хотят быть какими-то. И теперь баланс нашей практики может заключаться в том, что, с одной стороны, мы довольны тем, кто мы, тем, где мы, тем, как мы практикуем. А с другой стороны, есть мотивация для прогресса. Обратно говоря, мы довольны, но не сами довольны. Мы можем быть спокойны, мы можем быть удовлетворены. Иногда получается, иногда не получается. Но видим всегда возможность к самому развитию и пассивное отношение. В буддийских странах есть традиция, что многие практикующие буддисты, не буддисты, те, которые заинтересованы в духовном развитии, принимают, так называется, пять правил поведения, пять обетов нравственности. Первый обет, первые рукави упредили раздерживаться от убийства, чтобы мы могли делать свое сердце четким, не чувствуем, не грубим, не причиняя другим страданиям, не обращаясь с другими на насильствие, путь ненасилия, не убивая. Теперь, конечно, возможно, людей мы не убиваем, кто-то говорит, я даже животных больших не убиваю, а маленьких, комаров, морковьев. Особенно кто-то говорит, я вообще животных не вижу, я живу в городе, в квартире, там нету животных. А если кто-то живет за городом, если кто-то выращивает цветочки, то не нравятся цветы какие-то, а не только вам, они нравятся, жучкам всяким тоже нравятся. И воздерживаться от убийства. Это тоже может быть практика, которая делает наше сердце не эгоистичным. Второе правило – воздерживаться от воровства. Не брать того, что принадлежит угроме. Быть честным. Опять каждый сам для себя определяет – это воровство или не воровство. Банк не пойдет врагать. Хотя, может быть, пошли, если бы было возможно, но по определению не получится. Даже не думая, но это… Но если что-то лежит, так, беспокойство. Может быть, это не чинят. Может взять себе или дурую авторские права. Нарушение авторских прав и не воровство. Кто-то трудился, потому что он там надеял, а мне говорят, зачем платить? Можно же на рецепт, но почему там все приходит, такая библия. Но это умеет. Все бесплатные фильмы, музыка и программы в себе бесплатные. Он и так был один. Что так? А я длинный. Это какое наше понимание? На Западе, в Америке, в Канаде. Они воспринимают, что это воровство. Надо человеку готовить трудиться, над чем-то заплатить. Сексуальной энергии у меня есть столько, что… Что вы смотрите, о чем вы думаете. Иногда это не означает, что физический контакт – это что-то плохое. Вы живете в миру, у вас семья, у вас родные, близкие, любимые люди – это нормально. Но иногда кто-то одержим, бывает, не может отпустить. Конфликт повернуется. Может, тело не делает ничего. Тело мог прийти на эту встречу, тело сидит сменно, спокойно. А глаза закрыты, а он? А он может фантазировать, он может думать, предаваться каким-то своим мечтам, фантазиям. Поэтому иногда в духовной практике мы можем тоже развивать эту аскезу. Воздерживаться полностью, может быть, сексуальной активностью. Смотреть, можем ли мы контролировать свое желание, можем ее управлять. Или оно такое же эгоистичное, только мне, только когда я хочу, только как я хочу и так далее. Четвертое – воздерживаться от неумелой речи. Пятое – воздерживаться от огняющих веществ, вспыльных веществ. Это интересное правило – воздерживаться от одурманивающих веществ, от тех веществ, которые меняют наш ум, сознание. Очень, очень часто многие путают духовную практику, измешивают, говорят. Но ведь я видел там какие-то картинки йогинов. Он там сидит в медитативной эпохе и что-то похожее бывает. Кто-то был на одной моей крыте и говорит – я медитирую, мне нравится медитировать. Но здесь практика медитации такая сухая. Закрыть глаза, наблюдать вдох и выдох, вдох и выдох. Говорит – нет. Так, так в суп он идет. Надо чем-то себе помочь. И он говорит – я однажды попробовал, я однажды покушал каких-то хлебочков себе. И когда покушал какие-то хлебочки, потом медитация так пошла. Там прямо я увидел реальность брызла. Я, наверное, просветляю, я увидел. Но покушал и сразу, сразу все поплыло. А к другим не говорится, что жизнь непостоянна, что течет. Он говорит – вот это я увидел, наверное, все плывет. Нет. То, что у вас поплыло – это имеет никакого отношения с непостоянством. Но многие путают это. Буддистская практика, какой бы вы техникой ни занимались, всегда должна иметь одну общую черту – приближать к реальности. Создавать ум пресвый, открытый, бодрый. Не ослаблять этот ум, не перемещать его в какую-то иммузованную реальность, в какое-то другое измерение, в трансцендентальное состояние, астральное состояние еще, а приближать к реальности, чтобы была гармония с тем, что мы практикуем здесь, в зале. С тем, что мы практикуем, сидя у себя дома, на полу, с закрытыми глазами. И с тем, что мы видим в метро, на работе, по телевизору, в городе и так далее. Чтобы не было двойных стандартов, чтобы не было расхождения, теории и практики, в реальности и выруманово. И Бога, практикуя, увидел, что возможно достичь улучшения этой жизни. Наша жизнь может стать более качественной, свободной от многих страданий. Поначалу может быть свободной от каких-то приземленных, бытовых, домашних проблем, на работе проблем, с соседями, друзьями, в обществе. А потом может быть все глубже и глубже наша практика духовных проблем. Эту практику в буддизме Будда назвал восьмеречной практикой. Есть восьмеречный путь. Практика состоящая из восьми аспектов. Как практиковать, чтобы быть в каноне, чтобы было счастье и не было конфликтов. Восемь аспектов, восемь областей нашей практики. Что каждый из нас может делать для того, чтобы развиваться? Первая область. Очень часто многие интересуются духовным буддизмом, приходят на ретриты, начинают с медитации. Медитация – очень популярное слово сейчас. Слово «медитация», «випасана». Кто из вас не слышал словов «випасана»? Большинство – медитация. Все хотят медитировать. Все хотят… Сейчас улетрит закончился вчера, и было такое… Кто-то из участников сказал, что он начал медитировать, потому что он думал, что медитация – это улет в космос. На Земле жизнь так-то стала, так трудно, проблемно. И хочется… Многие хотят куда-то улететь. В транспорт какой-то, в какое-то трансцендентальное состояние. И в этом Восьмиречном пути есть место для медитации. Одна из областей Восьмиречного пути называется правильная внимательность. Когда мы медитируем, есть разные техники медитации. Есть техника «Анапанасати» на языке Пали. «Анапанасати» – это язык, на котором говорил Будда. 2600 лет назад, в том месте, где жил Будда, на севере Индии, государственным языком, на котором все люди говорили, и всё население был как раз язык Пали. И всё учение Будды было записано. В Супрах, Супы, как раз на этом языке. Мы сейчас можем читать, можем изучать его историю, его практику, его учение. И на этом языке одна из видов медитации называется «Анапанасати». Медитация наблюдения за дыханием, которая развивает правильное внимание. Внимательность очень полезна. Что такое внимательность в буддийском понимании? Потому что кто-то говорит «Я внимательный, что тут развивать? Я же вас слушаю, я внимательный, я что-то делаю, я внимательный». Правильная внимательность в буддине – это качество, которое помогает нам направлять свой ум на полезные объекты. Смотреть в полезную сторону, в нужную сторону. Правильная внимательность – это куда мы смотрим, о чём мы думаем, чему мы внимаем, чем мы занимаемся. В буддизме говорится, правильная внимательность – это вначале. Внимательность к себе. Очень важно, важно. Здесь может быть гармония, может быть баланс в нашей практике. Потому что мы привыкли уделять всегда внимание другим, наблюдать за других, следить за другими, оценивать других. Всегда смотрим наружу. И теперь мы можем вносить баланс в нашу практику, развивая внимательность к себе, наблюдать за собой. Какие у меня качества, как я живу, как я реагирую, как я себя веду. Мой характер, моё поведение, мои реакции – они умелые. Они приносят мне страдания или счастье. Они тем, кто вокруг меня приносят счастье, покой, когда кто-то со мной общается, когда кто-то со мной работает, встречается. Но после этого счастлив, спокоен, добрый. Мы можем наблюдать, что у нас полезно и бесполезно. И тогда это правильное обнимательность – медитация. Медитация – это инструмент самопознания. Мы можем потом обнаружить, что, допустим, может, у меня много жадности. Я – эгоист. Может, у меня много власти. Я хочу быть властом. Я хочу всё к себе, к себе, к себе. Может, у меня много злости, обид, критики. И постоянно всем облачаю жизнь, потому что постоянно трудильчивость, постоянно всё не нравится. Много разных неумелых качеств может быть. И когда мы видим во время медитации это, мы можем отпускать, можем развиваться от неумелого к умелому, от бесполезного к полезному. Кабельная внимательность – это внимательность к настоящему. Часто говорится по практике, что мы хотим отпускать прошлое, отпускать будущее. Ведь здесь и сейчас. Сейчас даже это модным стало. Ведь здесь и сейчас. Но на самом деле модно, не модно – это вы наблюдаете, пожалуйста. И увидите – это очень полезно. Сколько энергии, сколько сил у нас отнимает то, что мы живём в прошлом. Мы постоянно волошим прошлое. Волошим, да? Волошим прошлое. Постоянно копаемся от прошлом. Что было вчера? Что могло быть? А почему это было? А почему этого не было? Сколько чувств победы? Сколько чувств сожаления? Сколько людей говорят – сейчас жить-то невозможно, сейчас счастливым-то невозможно быть. Но в прошлом та жизнь была хорошая. В прошлом такие хорошие люди были, общество. В прошлом даже еда была вкуснее. А сейчас? Как сейчас жить? И когда наш был в прошлом, можно ли быть счастливым? Мы гонимся за тем, чего нету. И никогда уже не будет. То, что было, ушло навсегда. И сколько энергии уходит на то, что мы опять думаем о будущем. Если не в прошлом, беспокоимся. Хорошо сейчас сидим на встрече. Но вместо того, чтобы наслаждаться, мы думаем о завтра же понедельник. Завтра на работу. Как я буду работать? Какие проблемы? Кризис же нам. Снаружи вместе кризис. А там может быть кризис. А здесь может быть процветание. Потому что это опять теперь, когда мы говорим о том, чтобы наша практика не была крайно сильной. Не порождало конфликт. Всегда должен быть баланс. Будда говорил, этот восьмеречный путь практики развивается тоже серединным путем. Это не означает, что нужно не думать о прошлом, не думать о будущем. Иногда прошлом полезно, иногда будущее нужно планировать. Но основное время это наблюдать настоящее. И опять не только наблюдать, а делать что-то в настоящее. Трудиться в настоящее. Потому что будущее оно придет не от того, в зависимости от того, как мы его думаем, насколько мы о нем беспокоимся, как мы его планируем. Будущее всегда будет таким, как мы проживаем в настоящее. Завтра придет умелый день. За спокойствие придет спокойствие. С доброты. Доброта подождая доброту. Это первая область. Второй очень похожий фактор восьмеречного пути, связанный с медитацией, называется правильная концентрация. Когда мы медитируем. Очень часто мы сосредотачиваемся. Но медитация, концентрация во время медитации – это не какой-то улет. Это не транс. Куда-то провалился и потом непонятно, как жить теперь. Многие впадают в такую крайность. Я не знаю, насколько Вы усердно медитируете. Но я бы хотел поделиться с Вами таким наблюдением, что многие, практикуя медитацию, впадают в крайность и они уходят от реальности. Садятся на полы, наблюдают дыхание. Вдол, выдол, вдол, выдол. Не хотят, чтобы никто их трогал. Хотят быть. Не хотят работать. Ничего не хотят делать. Становятся замкнутыми. Очень часто в духовной практике приходят люди по своей природе замкнутые, у которых есть проблемы какие-то. И медитация может делать их еще более замкнутыми, асоциальными, отстраненными. Бывает иногда так, что был нормальным человеком, нормальным другом. Хорошо смеялись, радовались, кушали что-то, все. Кушали все. Пошли в ресторан китайский, итальянский, французский. Пошли отдыхать, пошли купаться. Пошли тоже говорить обо всем. Хоть бы радикватный человек. Пошел на какой-то ретрит. Пошел на какую-то практику. Потом, как вернулся, не узнать его. Сейчас невозможно с ним общаться. Он такой серьезный, задумчивый вообще. Он говорит, нет, это все не сколь. Мы же должны быть йогинами, аскетами. И медитация привносит конфликт опять. Потому что как потом на работе быть, как сильной быть, как в обществе жить. Когда мы развиваем концентрацию, что такое концентрация? Мы говорим, внимательность. Внимательность – это куда мы смотрим. Мы хотим всегда смотреть на то, что делает нас спокойными, добрыми. Проближает к реальности. А концентрация – это то, как мы смотрим. Концентрация – это качество внимательности. Мы хотим смотреть сосредоточенно, сфокусированно. В буддийском понимании концентрация – это когда мы что-то наблюдаем с целью изучения, познания и достигаем такого состояния, как безмолвие ума. Когда ум отпускает свои идеи, свои взгляды, суждения. Когда мы, допустим, смотря на что-то, хотим изучить, но смотрим, наблюдаем за этим не сквозь призму своих идей, сквозь призму своих вкусов. Мне это нравится, это не нравится, это правильно, это неправильно. Когда мы смотрим на пустой ум, свободный от видений «я», «моё», тогда мы можем всё более и более постепенно видеть всё более объективно, не субъективно. Не так, что смотрим на одно и то же, и вы видите одно, я вижу другое, кто-то видит третье, хотя смотрим на одну тоже. Но буддийская практика – это не только медитация, это не только развитие внимательности, концентрации, она более глубокая, более всесторонняя. Третий шаг, в примере, третья область нашей практики называется «правильное понимание». Вообще, то, что мы говорим, есть восемь областей, просто не вечном пути, но эти области следует понимать как аспекты практики, как направленность нашей практики. Это не шаги, это не практика пошаговая, это не этапы, что, к примеру, прежде чем я не сделал первый шаг, не могу делать второй, прежде чем я не освоил первого, нельзя дальше. Это не так. Это восемь разных областей, когда мы можем одновременно делать нашу практику всесторонней, сбалансированной. Есть время для медитации. А теперь идем дальше. Правильное понимание. Правильное понимание – это то, чем напомнил наш ум, что мы знаем в уме. Правильное понимание другими есть двух видов. Правильное понимание – теоретическое, интеллектуальное. Очень хорошо, если вы заинтересованы практикой, духовной практикой, изучать, читать книги. Сейчас очень много на русском языке разной литературы, как медитировать, как духовно развиваться, каким путем идти, слушать лекции, очень много лекций, читать, возможно, иногда сутры – первоисточник. Не только то, что современный монах или учитель написал, а то, что прямо, ну прямо, не прямо, сложно сказать, время это длинное прошло, но образно говоря прямо, а будто дошло до нас – оригинал. Может это быть очень сложно понимать сутры, потому что алкогичный язык все время, но вы можете вкапитываться духом практики, вы можете изучать, что сам будто учил, чему он учил. Если знаете английский язык, на английском языке вообще много литературы, но правильное понимание есть старого вида. Интеллектуально это хорошо, знать можно много. Понимание достигаемое через опыт. Пятый фактор в восьмейшем пути – это практика, которая уже видна снаружи. Внутри источник всего, внутри источник жизни, счастья, страданий. Но теперь этот источник обязательно будет выливаться на уши. Пятый фактор – это умелая, правильная речь. Что мы говорим? Мы можем быть внимательными, можем развивать свою речь. Как мы говорим? Как мы говорим? Как мы говорим? О чем мы говорим? Буду договорить, что неумелая речь – это, к примеру, ложь. Когда мы говорим неправду. Каждый, конечно, сам для себя определяет, собрать или не собрать. Кто-то говорит, может, я корыстно не буду убрать, эгоистично преследуя свои цели. Но кто-то оправдывает себя и говорит, но ведь есть ложь на спасение – это каждый принимает само решение. Но в целом, будь договорил, что любая ложь, неумелая, приносит страдания по той простой причине, что ложь всегда отдаляет нас от реальности, создаёт иллюзию настоящего, иллюзию реального. И сначала очень деструктивно это влевает на наши отношения с людьми, когда мы влём. А потом это деструктивно влевает на нас самих. Потому что сначала получается обманывать других. Сначала мы другим влём, других обманываем. А потом они достопаем, что это неправда. И мы переходим на другой уровень. С обманом на самообманом. А самообманом можно заниматься уже ум до конца. Ум хитрый. Он всегда так придумает такие оправдания, чтобы оправдать наши поступки, наши намерения. И это деструктивно, потому что это ослепляет нас. И позволяет смотреть в твои слова честными собой, искренними. Неумелая речь – это грубая речь. Это сквернословие. Это речь, которая приносит обиды другим. Бомни. Конечно, теперь я говорю о той речи. И я так подумал у вас. Это может быть сложной практикой. Потому что кто-то из вас говорит – я в Москве живу. Как тут практикователь не умел зреть? Как тут говорить мягко, доброжелательно? Надо прямо говорить, конкретно. Кто-то говорит – я начальник на работе. Как говорить мягко с подчиненными? Если я не принесу беду подчиненных утром, если я не скажу всю правду. За правду я за правду. Надо прямо сказать, кто они такие. И чтобы знали свое место. Потому что если они не узнают правду, то они вообще не будут работать. Это сложно найти баланс. Чтобы была гармония. Чтобы была работа. Были хорошие отношения. Была доброта тоже. Или вы говорите – ну как тут мягко вести себя, когда веду машину в общественном транспорте? Или веду машину в пробке в Москве? Кто-то подрезал. Сразу хочется открыть окошко и рассказать, где он купил водительские права и откуда он просил. А можно открыть окошко и пожелать ему хорошего дня? Можно… Он подрезал, открыть окошко и говорит… Он хочет приехать с какой-то дороги, остановиться, открыть окошко и проезжать, проезжать. Практиковать щедрость. Уступить дорогу – это практика щедрости? Или нет? Только после меня. А то вдруг я тебя пропущу и ты успеешь, а я на красном остановлюсь и буду ждать. В повседневной жизни мы можем развивать эти качества и мировую речь. Следующий фактор восемь вечного пути – речь, а потом поступки. У людьми очень много говорится, что мы можем практиковать, развивая духовно взращенное свое моральное, нравственное поведение. Образно говоря, аскезу какую-либо. Бывает такое, что поначалу, когда мы что-то начинаем, мы готовы спать, работать и очень упоко трудиться. А проходит какое-то время, появляется трудность, и мы просаем дело. Сколько мы… Вы посмотрите, пожалуйста, по себе. Кому-то, конечно, может это быть свойственное, кому-то – нет. Это индивидуально. Но очень часто есть так, что сколько мы не закончили и начали делать. Потому что поначалу было интересно, а потом не интересует вас. Потому что оказалось не так легко, не так быстро. Сколько книг начали читать и не закончили. То же самое и в духовной практике. Поэтому сейчас вы молодцы, чтобы пришли на встречу. Мы надо практиковать еще. Мы долго говорить не будем. Мы хотим тоже помедитировать. Но в целом в подводе итогов, если вы заинтересованы практикой, заинтересованы духовным развитием для того, чтобы быть более счастливыми, для того, чтобы уменьшить свои трудности, учиться справляться с ними, развивать гармонию, гармонию внутреннего, чтобы не было конфликтов, с окружающими с другими. Тогда буддийская практика имеет одну характерную стикулу. Она должна быть всесторонней. Восьмивечный путь практики состоит из восьми областей, из правильного понимания. То, чтобы правильное понимание продолжается в мудрость, то, что мы развиваем сердце, умелые эмоции, умелые чувства. Дальше с ума и сердца проявляются наружу. Правильная речь, добрая, мягкая. Правильные поступки, какая-то аскеза, какой-то контроль, дисциплинирование себя в моральном и нравственном поведении, правильное существование, работа, правильные усилия, которых хватит не только сегодня, не только в выходной день, воскресенье, а завтра, в понедельник и в афронии, и в следующем неделе, и через месяц, не только когда лето, а когда зима тоже, не только когда есть время, а когда нет времени тоже. Правильная внимательность, которая отпускает прошлое, отпускает будущее, наблюдает за собой, за тем, что умелое, что бесполезное, отпускает неправильная концентрация. Это всесторонние подходы. Это не узкобокая практика. Это не только практика медитации. Это не только практика нравственного поведения. Это не только чтение, изучение. Терапевтиком становится интеллектуальным. Многим нравится в буддизме, что буддизм такой глубокая философия, чтобы нам все-таки изучать, изучать, изучать. Но это практика, которая меняет всю нашу жизнь. И теперь чем наша практика будет всесторонней, это одновременно во всех направлениях, безвременно для муравственного поведения. Каждый день мы можем медитировать. Некоторые я встречаюсь с теми, кто практикует. Приезжают на ретриты уже год, два, три, пять лет. Ретриты стоят, где проходят уже пять лет каждый месяц. И очень часто я спрашиваю, как Вы, как Ваша практика после ретрита. Они говорят, иногда практикуем. Иногда у нас нет времени для практики. Пол года последний вообще не практиковали. Как можно не практиковать? Да я понимаю, можно не медитировать. Потому что нет времени. Так занят людей, что проговорят, даже присесть никогда, но не поведитировали. А если духовная практика – это речь? Каждый день мы общаемся, мы можем практиковать умилые речи. Каждый день мы можем отпускать умилые качества, наблюдать свои реакции, жадность, эгоизм, не вовлекаться в это. Можем развивать настроенность. Каждый день можем в семьи практиковать, чтобы члены семьи были счастливы, чтобы после того, как мы начали практиковать, муж Ваш, Ваша жена были более счастливы. Чтобы эта практика не только была приятным временем предковождения для Вас, неважно, вы медитируете или вам нравится там, но не в будине, нравится ритуалы, церемонии. Мы просто смотрят скульптуру, будды, алтары сделали себе, свечку зажгут. И там в уголке есть практика. А если Ваша практика – запутывание этого уголка. Дома на работе среди соседей. Если наша практика будет всесторонней, она очень быстро приносит результаты, и эти результаты будут видны каждому, кто нас окружает. Потому что вначале ухар отражается сердцем, а потом все сердце поднимается наружу. Уверен, этого достаточно.